привет на нашем канале вот этот цветок называется алоэ домашний лекарь и сегодня я расскажу как создать капли от насморка при помощи данного цветка сок столетника алоэ рекомендуется применять в свежем виде лучше если капли будут приготовлены использование позднее трех часов после выжим выжимания с листьев после истечения этого времени сок начнет терять свои цели полезные свойства свежий столетник обладает наилучшей эффективностью как приготовить сок из свежих листьев алоэ для этого нужно взять листок самый нижний снизу откуда-либо возьмем давайте такой вот листочек нижний листок из него нужно будет выжать сок если нет возможности заготовить сок самостоятельно его можно приобрести в аптеке внимательно ознакомьтесь составами сроками хранения продукта если покупаете в аптеке сок столетника обладает вязкой текстурой и горьким вкусом кроме того он может стать причиной ожогов слизистой при использовании в чистом виде поэтому для приготовления капель в нос сок алоэ рекомендуется разбавлять смотрите для этих целей как бы подойдет бутилированная или кипяченая вода в нашем случае будет кипяченая вода у нас подготовлена тепленько остудил уже я ее кипяченая вода и сок будем разбавлять один к двум если дети младше трех лет то один к трем разбавляйте то есть чайная ложка алоэ на две чайные ложки кипяченой воды резаем эти шипы чтобы не нас не кололи колючки и разрезаем его вдоль доли разрезали берем чайную ложку и вот так вот прям сгребаем я думаю что это самый простой и действенный метод добыть сок алоэ и вторую часть также делаем и вся мякоть у нас превращается в сок и вот смотрите здесь получается как раз у нас с одного листочка в связи с мякоти тоже выжимаем нас получается 1 чайная ложка сока соответственно сюда берем и добавляем 2 чайные ложки кипяченой воды и перемешиваем вот такие вот капли у нас получается сок алоэ и две чайные ложки чайную ложку алоэ и две чайные ложки кипяченой воды применять такие капли из столетника следует трижды в день аккуратно внося по пипетке по 2-4 капли в каждую из ноздрей лечение необходимо продолжать до исчезновения симптомов заболевания но не более чем 7 дней максимум принимаем неделю в случае наличия хронической заложенности носа как называться гайморовых пазух дозировку можно увеличить до 5 капель в день вот такой вот нехитрый но очень полезный рецепт в домашних условиях приготовленный способен помочь для вашего здоровья пользуйтесь нашими полезными советами подписывайтесь на наш канал будьте здоровы и счастливы до новых встреч